9.40. Министр экономики прибывает в город на Березине. Александру Червякову показывают Бобруйско-Громаш. Завод – ведущий производитель прицепной сельхозтехники в СНГ. С порога глава ведомства уточняет детали рабочего визита. «Мы хотели бы понимать ситуацию с финансами, с кредитной задолженностью, с портфелем кредитным. Мы хотели бы понимать, какие у вас сейчас есть контракты». Гендиректор проводит экскурсию по производственным цехам. Надя Талазаревич рассказывает, Бобруйская техника работает в 50 странах мира. В 2019-м вдвое увеличили объемы производства. На экспорт продают свыше сотни изделий – косилки, пресс-подборщики, тракторные прицепы, кормоуборочные машины. Министр экономики обращает внимание на последние разработки. «В ноябре 2018-го было миллион пятьсот долларов в одном производстве. Сейчас мы делаем четыре миллиона долларов в одном производстве в среднем месяце. Это все продано, согласовано, и, в принципе, работаем тем же составом людей и рабочими теми же, которые производили полтора миллиона и четыре миллиона». «Александр Червяков интересуется и социальной сферой. Спрашивают у заводчан про зарплаты и условия труда. Работники не жалуются, заверяют – тысячу получают». «Министр экономики был, в принципе, доволен результатами Бобруйской граммаж за 2019 год и за первый квартал 2020 года. Мы доложили о выполнении показателей по экспорту, по росту заработной платы на 120% по первому кварталу 2020 года. Стойко стоим на ногах, выполняем показатели, но и смотрим уверенно в будущее». Далее маршрут проходит через Кожевины и Мясокомбинат. Руководитель экономического ведомства также посетил Белшину, внутрикотажную фабрику и фондок. Министр подробно остановился на портфелях заказов, рынках сбыта и модернизации производства. Конечно, ряд промышленных предприятий, ориентированных на внешние рынки, испытывают определенные трудности. Но в мае снижение ВВП будет незначительным. Мы оцениваем, что за пять месяцев он снизится на 0,2-0,3% пункта по сравнению с январем-апрелем и составит 98,3-98,5%. Скорость снижения экономики замедляется. Стоит задача изменить данный тренд на восстановительный. По нашим оценкам, восстановление экономики начнется с третьего квартала. Напомню, Бобруйск включен в программу ускоренного развития городов с населением свыше 80 тысяч. Продолжаются мониторинги и обсуждения социально-экономического потенциала региона. Министр экономики заявил, расчетные показатели необходимо выполнить. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.